Здравствуйте! В эфире передача «Живое слово» в студии Максим Бекаревич. Сегодня у нас в гостях глава миссионерского отдела Сыктывкарской епархии Русской Православной Церкви, священник Александр Митрофанов. Отец Александр, здравствуйте! Приветствую всех радиослушателей тоже. Вот сейчас у нас приближается один из самых главных христианских праздников. В Западной Церкви он даже считается самым главным праздником – Рождество Христово. Хотя, казалось бы, самым главным праздником должна быть Пасха, но почему-то именно Рождество откликается в сердцах многих людей по всему миру. Почему это так? И что такое Рождество для нас, для православных христиан, преимущественно живущих в России, ну и вообще во всем мире? Рождество для нас тоже праздник очень важный. Он второй по значимости после Пасхи. Конечно, воскресение Христово у нас на первом месте, ну а Рождество, можно сказать, на втором. То есть, как бы это самый важный из двунадесятых праздников. То есть, у нас есть 12 праздников, которые поэтому называются двунадесятыми, и Рождество – самый важный из них. То есть, Пасха, она как бы стоит над этим, она в двунадесятые не входит, а Рождество – самый важный из двунадесятых праздников. Вот. И мы отмечаем Рождество Христово, приход Спасителя в этот мир насчёт важности. Несколько лет назад патриарх Кирилл благословил во всех храмах на Рождество служить при открытых царских вратах, то есть, именно тоже, чтобы подчеркнуть значимость этого праздника. На Западе, я не знаю, я думаю, на Западе Пасха тоже, например, является самым важным праздником, потому что про Рождество, ну, есть же, например, опросы, когда на Западе опрашивают, что такое Рождество, и дети, порой не знаю, отвечают, что это день рождения Санта-Клауса, то есть, поэтому там тоже многое, что всё перепутано. Но Рождество действительно для нас очень такой значимый праздник, и Николу Зимнего мы в этом районе тоже недалеко празднуем. Рождество принято дарить друг другу подарки, хотя изначально, по всей видимости, подарки дарили на Николу Зимнего, то есть, в воспоминании того, что Николай Чудотворец, он как-то вот, помогая одной семье, подбрасывал мешочки с золотом, и, собственно, поэтому святитель Николай, он стал тоже таким образом Нового года, образом Рождества, даже вот если взять Санта-Клауса, да, это же Сант-Николаус, то есть, Святой Николай. Вот, и, может быть, поэтому на Западе вот так вот немножко смешалось, вот, но, конечно, Рождество тут намного более значимый праздник. Вот, поскольку, действительно, если бы не пришёл Спаситель в этот мир, остался бы мир существовать до сих пор, непонятно, да, потому что люди, на самом деле, раньше были очень более жёсткими. Вот, и даже если вот сейчас читаешь Ветхий Завет, порой на голове волосы шевелятся, ну, насколько, действительно, люди были другими, насколько всё жёстко там происходило. А почему у нас волосы на голове шевелятся, да, потому что 2000 лет христианства повлияло на нас так, что мы стали другими, мы стали лучше, мы стали добрее, мы стали более человеколюбивыми, вот. Поэтому у нас уже Ветхий Завет воспринимается как-то, ну, вот так вот. То есть, поэтому событие, ну, крайне важное. Если посмотреть в суть Рождества, то есть, 2000 с лишним лет назад произошло всё-таки уникальное событие, рождение самого Бога на земле. Не все люди это поняли, даже те, кто понимал, что в мир пришёл Мессия, всё-таки вряд ли они понимали в смысле современного богословия, то, что это Христос воплощается в человеческую природу, то, что у Него одна ипостась, но две природы. Но, тем не менее, это уникальное событие происходит, и оно делит всю историю на до и после. Даже отсчёт времени начинается именно с этого момента. Ну, да, да, даже вот в советских учебниках, я помню, там была новая эра, а на самом деле-то оно всегда считалось от Рождества Христовым. И очень интересный момент, что Господь родился не во дворце, а родился в загоне для скота, грубо говоря, для того, и прожил поначалу, жил обычной жизнью, для того, чтобы никто из нас не мог сказать, ну, ты же Бог, ты нас не понимаешь, что тебе наши проблемы. Поэтому Господь выбрал такое вот рождение, чтобы никто не сказал, что ты для нас чужой, ты не прожил нашу жизнь, тебе нас не понять. И вот Он родился именно в Вифлееме. Не нашлось даже места в гостинице, то есть вот так вот благодарное человечество реагировало на приход Спасителя. Когда Он родился, сразу на Него царь Ирот воздвиг гонения, пытался Его убить. То есть на самом деле Господь действительно, Он со всеми нами. То есть Он не чужой нам, Он понимает наши проблемы, Он прожил именно вот нашу жизнь, то есть чтобы любой мог прийти к Нему, и богатый, и бедный. То есть поэтому Господь для всех. Т.е. Александр, а вот в настоящее время сохраняется у людей вот это ощущение Рождества, которое было у тех людей, которые были непосредственными свидетелями этого Рождества. Ну, свидетелей-то Рождества было мало, то есть как бы пришли поздравить только пастухи, которые где-то пасли скот неподалеку, и вот они первыми пришли поздравить. А волхвы, по всей видимости, уже пришли сильно позже, когда уже младенец Христос был чуть-чуть постарше, и принесли ему дары, ладан, смирну и золото. То есть золото как царю, ладан как богу, а смирну как тому, кому уготовано постарать за наши грехи. То есть смирна – это тоже что-то вроде ладана, но вещество, использующееся в погребении. Поэтому даже с самого начала, через подарки, можно сказать, было такое некое пророчество о том, что Господь пришел в этот мир не ради того, чтобы прожить здесь долгую и счастливую жизнь, а ради того, чтобы пострадать за наши грехи. То есть это вот был такой замысел бога о спасении человека. Вот поэтому вот это событие радостное, но оно все равно нам напоминает о том, что Господь пришел на страдания за нас. Отец Александр, ну вот сейчас начинается рождественский пост, один из четырех таких серьезных больших постов в году для православных людей. Что такое вообще пост? Это связано с ущемлением себя в каких-то желаниях? Это связано с каким-то путем куда-то? Пост – это время воздержания, когда мы ради Бога от чего-то отказываемся. Причем в пост это сделать легче. Почему? Потому что все в это время ради Бога от чего-то отказываются, и ты как бы не чувствуешь себя как-то одним в поле воином, а ты вместе со всеми себя ограничиваешь. Пост, он, конечно, надо понимать, что он не только в еде, но почему-то многие современные христиане, которых я знаю, они, когда говорят, что пост не только в еде, где-то там подразумевают, что я все равно буду есть, что хочу, буду поститься духовно. Нет, пост, он не только в еде, но и в еде тоже. Как есть такая поговорка, что сатана в крайностях, а Бог в мелочах. То есть, поэтому тут не надо впадать в крайности. В крайности в смысле, что некоторые люди считают, что пост – это только диета, и это неправильно, а некоторые считают, что пост важен только духовный, и это тоже неправильно. Важно все. То есть, человек, он трехсоставен – дух, душа и тело. И от тела ведь тоже зависит, как и дух, и душа себя ощущают. То есть, у нас одно влияет на другое. Почему мы, например, смотрим католики, протестанты, они пришли к тому, что сейчас молятся сидя? Почему православные продолжают в храмах упорно стоять, несмотря ни на что? Даже бабушки старенькие. Потому что мы понимаем, что даже положение тела в пространстве, оно влияет на нас, оно влияет на настрой на молитву. Потому что, когда ты стоишь смиренно, склонив голову, у тебя одни мысли. Когда ты сел, тебе хочется как-то сесть поудобнее, расслабиться, и уже молитва не так идёт. Духовная жизнь, она без правильной телесной жизни, она намного усложняется. То есть, поэтому и важно поститься не только духовно, но и телесно. То есть, поэтому мы в поста ограничиваем себя в еде, чтобы как бы истончить своё тело, чтобы лучше почувствовать душу. Но раньше была ещё одна составляющая поста, очень важная, которая тоже была связана с едой. Потому что раньше обычно пища постная, она была сильно дешевле, чем пища скороманная. И поэтому люди могли в пост немножко сэкономить денег и потратить их на какие-то добрые дела. То есть, сейчас мы видим, что постная пища тоже не сильно дешёвая. Но, тем не менее, всё равно пост – это ещё и время добрых дел. Поэтому в пост надо находить какие-то вещи, чтобы действительно помочь ближнему как-то, помочь нуждающемуся. То есть, это время ещё и самоограничения себя в смысле, что помощи другим. Ну, а этот пост не очень строгий. В этот пост разрешается кушать рыбу, что действительно является большим утешением. А у нас в Коме, я вот как-то с кем общаюсь, в Коме же часто рыболовство составляло очень большую часть жизни. Поэтому у моих многих знакомых они говорят, «А я, например, рыбу люблю даже больше, чем мясо. Поэтому мне, например, проще отказаться от мяса, чем от рыбы. Поэтому для них в этот пост вообще, можно сказать, лёгок». Поэтому кроме среды и пятницы, как-то в среду и пятницу всё равно, мы в среду воспоминания, что Иуда предал Христа, а в пятницу воспоминания того, что Христа распяли, мы как-то стараемся эти дни прожить более строго. Ну, а в остальные дни вполне можно вкушать рыбку. Ну, а кто построже хочет поститься, те, например, в субботу-воскресенье могут вкушать рыбку. Вообще меру постам телесного мы определяем себе по силам, как береношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. Потому что не все люди обладают хорошим здоровьем. Поэтому если мы постимся, если у нас есть какие-то болезни, то надо, конечно, прислушиваться и к рекомендациям врача. Например, вот, скажем, если женщина носит в очреве, то для неё, чтобы ребёночек развивался полноценно, для неё пост телесный он как бы врачами не рекомендуется. Поэтому ей, значит, надо делать больше акцент на пост духовный. То есть, что меньше смотреть телевизор, меньше каких-то увеселительных, не знаю, мероприятий, побольше молитвы, побольше чтения священного писания. То есть, как бы духовная составляющая поста тоже важна. То есть, телесная помогает нам настроиться на пост, помогает нам поститься, но телесная – это, ну, не знаю, уровень, не знаю, четвёртого класса общеобразовательной школы. А если мы хотим жить полноценной, настоящей духовной жизнью, то важен и духовный пост. То есть, чтобы мы как бы больше времени посвящали Богу, больше времени посвящали добрым делам, что тоже есть служение Богу. Но, опять-таки, без третьего-четвёртого класса общеобразовательной школы мы не сможем высшую математику потянуть. То есть, поэтому про пост телесный тоже забывать не надо. У кого, опять-таки, есть возможность по здоровью. Ну, и опять-таки, даже если нет возможности по здоровью, вот, например, некоторые бабушки уже в силу возраста благословляются в посту, там, у батюшек подходят своим батюшкам, благослови, чтобы вот мне, может быть, молочку хотя бы, да. Вот, но... Для тех, кто не знает, можно пояснить, что ограничение в еде – это не ограничение во всей еде, а только ограничение в пище животного происхождения. То есть, мясо, молоко, яйца. Да, отказываемся от мяса, молока, от яиц на время поста. Но вот в этот пост разрешено рыбу. И вот некоторые подходят благословляться на послабление поста, но ведь пост – это ведь время воздержания, да. Вот, например, если человеку по каким-то причинам он по болезни, по ещё каким-то причинам не может поститься, отказываясь от молока, да, например, ещё от чего-нибудь, то он может ведь поститься по-другому. Например, вот любит он какие-нибудь, не знаю, конфеты, батончик, да, например. И вот он в пост говорит себе, я вот от этих конфет в пост просто отказываюсь. То есть, всё равно, опять-таки, как сказано, кто хочет, ищет возможности, кто не хочет, оправдания. То есть, поэтому, если у человека есть желание поститься, да, он найдёт способ, как ему это осуществить. То есть, как бы вот мне вот это положено есть, да, там, например, да, врач запретил вот от этого отказываться, а я откажусь от чего-нибудь другого. То есть, важно, чтобы вот этот труд ради Господа присутствовал в нашей жизни, да, потому что Господь ради нас стал человеком, ради нас пошёл на крест, и если мы хотим быть благодарными людьми, нам как бы надо, ну, стараться как-то отплатить. То есть, поэтому пост, он в первую очередь важен, конечно, не Богу, он важен в первую очередь нам. То есть, чтобы мы сами себя как-то вот ограничивали ради Христа, потому что, ну, вот, например, есть такое слово «подвижник», по-гречески «аскет». Вольно перевести на латынь можно это словом «атлет». То есть, кто такой подвижник? Подвижник – это тот, который совершает некоторые упражнения, вот, только тренирует не тело, как атлет, а тренирует душу свою. И поэтому вот без этих тренировок, без этих самоограничений нам потом бороться с грехом, ну, сильно сложнее. Да и мало ли с грехом, например, может возникнуть ситуация, да, вот, когда перед нами станет выбор, то есть, что мы ради Бога должны будем совершить какой-то подвиг, да, но если у нас нет вот такой духовной практики, духовного самоограничения, возможно, нам просто не хватит сил, чтобы этот духовный подвиг совершить. Поэтому пост, он вот именно важен, как некая такая еще и духовная тренировка. Отец Александр, большое спасибо вам за беседу. Спасибо, Господи. До свидания, до новых встреч в нашей студии. Всем нашим слушателям желаю приятного поста. Вот есть даже такие слова «постимся» – постом приятным. То есть, потому что пост – это действительно время, хоть и воздержания, но время радостное, время такой активизации духовной жизни. Поэтому помоги вам, Господь, пройти этот пост достойно. Ангелы-хранители, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok